В Лондоне нет недостатка в достопримечательностях, но эта автобусная экскурсия по городу отличается от других. Дамы и господа, добро пожаловать на тур по лондонской клептократии. Гидом работает общественный деятель из России, борец с коррупцией Роман Борисович, а автобус наполнен в основном журналистами. Участникам экскурсии показывают дворцы российских и украинских олигархов, тесно связанных со многими политиками, в том числе президентом России Владимиром Путиным. Наша цель не только показать процветающую криптократию, мы хотим пролить свет на тех бизнесменов, основой состояния которых является коррупция, и на тех людей, кто помогает им отмывать здесь нажитые нечестным путем средства. Наша первая остановка – дом номер 5 на Белгрейв Сквер. Этот дом стоимостью в несколько миллионов фунтов принадлежит российскому магнату Олегу Дерипаске. Журнал Forbes окрестил его любимым промышленником Путина и оценил его состояние более чем в 2 миллиарда долларов. Следственные органы нескольких стран допрашивали Дерипаску по подозрению в отмывании денег, но обвинения ему никто не предъявил. Здесь нет признаков жизни. Наверное, никого нет дома. Речь не идет о покупке дома для проживания. Так они просто хранят свои деньги, они вывозят свои финансы из России, Украины или Казахстана и просто вкладывают их здесь. Поскольку недвижимость Лондона – это безопасная инвестиция. Тем временем в автобусе новый экскурсовод. Теперь это Владимир Ашурков, российский оппозиционер, бывший исполнительный директор фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Недавно Владимир получил политическое убежище Великобритании. Мы хотим рассказать о возмутительной клептократии в самых верхних эшелонах власти в России. Я говорю об Игоре Ивановиче Шувалове, российском вице-премьере. Предполагается, что господин Шувалов смог получить взятки в размере сотен миллионов долларов от ведущих российских бизнесменов. Он инвестировал эти доходы в финансовые активы и недвижимость в Европе и в Великобритании. Недвижимость Шувалова в Лондоне оценивается в сто раз больше его официальной годовой зарплаты. Но он упорно настаивает на том, что заработал эти деньги путем законных сделок. Следующий дом самый маленький в нашем туре. Но это Челси, один из самых дорогих районов Лондона. Стоимость этого дома составляет примерно 3 миллиона 300 тысяч фунтов. Он принадлежит Роману Ротенбергу. Его отец Аркадий считается одним из самых старых друзей Путина. И опять спрашивают то же самое, до каких пор мы будем это терпеть? Ведь этот человек даже попал под санкции американского правительства. Один из украинских олигархов действует с большим размахом. Весь этот комплекс зданий, в том числе бывшая станция лондонского метро, принадлежит Дмитрию Фиртышу. Он был близким соратником бывшего украинского президента Виктора Януковича. Сейчас Фиртыш в Австрии, а США требуют его экстрадиции по делу о коррупции. Есть также подозрение, что Фиртыш стоял за оплаты поездок британских парламентариев в Украину во времена Януковича. Я считаю актуальным вопрос о деньгах, которыми господин Фиртыш покупал доступ и влияние. На этот вопрос пока не получено ответа. И, наконец, самая дорогая квартира в Лондоне. Она принадлежит богатейшему человеку Украины Ринату Ахметову. Его пентхаус по адресу Гайдпарк Дом 1 стоит 136 миллионов фунтов. Он оборудован пульнепробиваемыми стеклами и специальным убежищем для экстренных случаев. Для постсоветских мультимиллиардеров Лондон стал местом, где они могут защитить себя и свои капиталы.